и снова здравствуйте всем привет и так решил я переделать вот этого персонажа легионера рима именно чуть сделать стилизованным поприкольнее его так давайте посмотрим что получилось а вот эта модель есть в группе vk для скачивания ссылку оставлю в описании вот такой персонаж получается не стал я снимать ролик значит тут опять по экстракту от этой одежды это много этих роликов уже как делать одежду доспехи как делать тоже ролик есть значит на канале ссылку оставлю в описании ну и в принципе чё я взял болванку персонажа кисточка для скачивания тоже есть в группе vk именно многих вот этих персонажей вот такой значит получился персонаж я ему чуть-чуть уменьшил ноги и за счет этого получился верх большой и поприкольнее такой ну как типа качок можно ноги еще сделать поменьше голеня потонше и будет еще прикольнее это уже можно в процессе делать так мышцы решил оставить потому что значит какую штуку хочу сделать чтобы вот эти доспехи значит снимались так где она тут и вот это вот майка тоже потом будет сниматься и будет персонаж именно здесь не знаю юбка останется наверно сделала отдельную юбку чтобы был с торсом проработаю тут мышцы ему и будет зашибись персонаж где-то значит так как это все дело где-то вот наверно в таком духе будет так ну а пока давайте кому интересно дальнейший процесс значит хочу сейчас сделать рукава вот эти на рукавнике значит выделяем персонажа и чуть-чуть наверно маскированием займемся так как бы это все дело по квадрат не поприкольнее сделать так вот уже залез на бицуху это дело не есть гуд так ну как то вот таким образом наверно сделаем теперь экстракт как дублирование опускаю остается просто чтобы сильно толстое не было уменьшим значит тут толщину вот этой всей загранички готовки так есть вроде такое дело или сделать ее поприкольнее потолще но это сильно будет пускай наверно в таком духе так снимаем жмем ацепт отделяем от модели и теперь все это дело чуть-чуть надо выгладить shift левая кнопка мыши вот так и чуть-чуть наверное порезать ее так раз вот фишка в чем получается что вот сейчас есть пустота если сейчас я ее обрежу вот так вот она будет чуть-чуть прикольнее но закрывается вот эта вот часть часть в принципе если будет на нем одета она да не будет этого всего видно но уже наверно потеряется какой-то кайф от этого давайте вот таким образом назад вернем и попробуем все это дело чуть-чуть наверно оп повыравнивать рисую мышкой поэтому плюс еще анатомия вот эти вот ямки все это дело нужно выгладить и чуть-чуть постараться это дело подровнять так вот теперь получается нижняя часть как бы рваная вот это тоже не есть гуд так ну в принципе можно обыграть ее прикольно сейчас кисточкой подработать и сделать дайномеш так ладно есть такая штукенция теперь нам на control левая кнопка мыши или добавим сейчас наверно цилиндр давайте с цилиндра сделаем можно использовать кисточку от ремней провести ее значит таким вот образом чуть поменьше это слишком мало ну где-то в таком духе наверно сейчас ее нарисовать а потом уменьшить можно цилиндры сделать пустотелый и просто обрезать кстати тоже неплохой способ я о нем уже показывал тоже так есть такое значит дело ну как то так то пускай будет и сразу сделаем наверное второй ремень так проводим вот кто то в этом духе нажимаем control или просто на меш снимается значит кугла и теперь все это дело нужно отделить можно вот тут получится несколько полигрупп придется объединять да значит что снимаем маску выделяем скрываем ремни еще раз нажимаем вот на это все дело смотрим чтобы не было других деталей спрятано делаем control и делаем control w так теперь выбираем вот эту одну полигруппу так пардонте выбираем полностью вот эти все артефакты смотрим что у нас тут скрываем ну ладно отделить таким образом она не получится да не получается ладно отделим теперь с помощью сплит group сплит окей надо было сразу сделать динамес а потом уже все это дело делать так теперь опускаем кожанку вниз и объединяем ее с ее родными вот этими деталями это делаем merge merge down always можно все нормально сделано так теперь займемся ремнями ремням ставим крис крис ау добавляем ребра а теперь попробуем все это дело значит сделать динамеш point ld и polish о нормальный да нормальные ремни получились все нормально теперь делаем динамеш вот этой штуки и побольше тоже резолюцию и вот она закрывается не есть грудь попробуем значит ну давайте обрезку тогда обрезаем так скрываем попробуем сделать что у нас тут получается дисплей properties дублирование чтобы видеть внутреннюю часть скроем теперь геометрии скроем то что мы удалили скрыли попробуем сделать не динамеш а сразу делаем зеремеш так делаем зеремеш побольше полигонаж пускай будет потом если что будем переделывать вот 4000 полигонов нормальная она в принципе в таком виде и будет участвовать потом все объединится и посмотрим давайте проверим сделаем так сделаем динамеш вот она закрывается не есть good можно включить control сделать какую штуку brush найти автомаскинг найти backface маск чтобы не рисовала маска снутри включить control включить и просто курочкой все это дело замаскировать а вот эту часть чуть чуть через alt и сделать уже так вот и сделать экстракт почему-то все равно внутри нарисовала ну оно так control brush включено ну должна наверное сработать так это делаем экстракт опа есть все верхнюю часть пробуем удалить delete ok маску снимаем и пробуем сделать динамэш чтобы вот это все дело осталось но чтобы она осталась давайте добавим уже наверняка тогда толщину этого слоя инфлатом вот так а вот теперь сделаем динамэш вот вот теперь она ровная пустотелая делаем control w одну полигруппу чтобы потом их не отделять не искать так смотрим что получилось ну а теперь немножко попробуем подтягивать растянуть и где-то по осям чуть-чуть значит сделать по длине и уведем чуть-чуть кисти вот так вот ну а теперь кисточка Moff Topology немножко корректировки значит по кисти смотрим чтобы не было пустоты чтобы потом когда будет одеваться не было дыр каких-то ям вот так нормально так находим теперь ремни и ремням нужно сделать скайл так делаем ремням скайл и вытягиваем чуть-чуть вниз потому что делался вторичный экстракт и тут уже произошли сдвиги так все это будет опять же еще корректироваться и давайте эту часть чуть-чуть выдавим к руке вот вот так вот так так на верхнюю часть нам понадобится пластина да пластину можно опять же сделать экстрактом или допустим добавим наверное куб делаем аппен добавляем куб выбираем куб и его немножко так сплюсь и теперь немножко его сплюсь с ним и обрежем control shift куб убираем обрезку так и теперь немножко наверно косино его как-нибудь сделать вот вот так делаем mirror mirror and well делаем ему dynamesh теперь все это дело уменьшаем и попробуем подставить значит к нашей руке так здесь она должна быть побольше помассивнее может даже еще сделаем потолще так перекрутку и догончик ей оба надо что-то в таком духе а ну-ка смотрим что получилось ну в принципе неплохо чуть-чуть поднять вверху и сделать потолще помассивнее чтобы он не был именно какой-нибудь хиляк так теперь ремни догоним до нашей значит модели чуть-чуть их вытянем так здесь у нас не хватает значит длины не проблема поднимем поднимем и вытянем так ну чуть-чуть уже становится кривовато полигоны тянутся но ничего все это дело подправим так есть да чуть-чуть еще вглубь кисточку поменьше надуваем надуваем чтобы были приобрать так это уводим подальше вот так типа на крепеж о смотрим чтобы с другой стороны все нормально было короче со всех сторон просматриваем вроде бы нормально вроде бы пойдет вот и вот эту часть по симпатюшни и по надуви так есть щиток но вот на щиток нужно что-то этакое добавить да так чтобы это все дело обыграть давайте попробуем включить щиток опять же control маскируем значит бока так добавляем полигонаж control w control w control d control d пардонте так опа 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 и вот так тоже я ну а здесь можно я так как бы обыграть если круговую не получится ну давайте через альтер гнуть так и так и control так это получается control а чуть-чуть поменьше кисточку чуть-чуть и чуть-чуть ее придется дорисовать и пусть она будет чуть пополще прикольней так ну чтобы она тянулась нормально давайте еще опять же trim curve так control левая кнопка мыши вытягиваем и control alt низ сотрем чтобы низ не вытягивался делаем control и и попробуем это дело приподнять ну вот уже рамка появилась делаем опять же добавляем кризы кристалл и попробуем сделать дайномеш но побольше резолюцию так мало что то она ее убирает так еще раз сгибаем вот будет почетче можно конечно еще тут подогнуть где-то поднадуть ну пусть пока ровная будет так теперь делаем ей модифитопол джи мира энтвел ремням делаем мира энтвел и кожанки делаем мира энтвел ну вот уже вроде бы на руках что то есть уже симпатичнее все это дело выглядит можно потом туда добавить или голову льва или какие нибудь узоры но я хочу чтобы он был чуть-чуть попроще так без наворотов модель по простому так можно и сюда еще головы львов добавить тут еще можно узоры какие-то дорисовать ну это сейчас уже в процессе будем думать еще вот это вот надо сейчас сделать скатерть вот эту плащ объединить и пролепить пролепливать буду скульптой с альфа 6 или может быть тут сейчас разберемся так что еще нужно сделать так добавить вот эти римские висюльки римские висюльки тоже добавляем а давайте просто сделаем маскирование вот так замаскируем вот так замаскируем сделаем экстракт ацепт так вот получилось с двух сторон значит одной ctrl w потом второй ctrl w полигруппу сделаем давайте опять же criss criss сделаем dynamesh чтобы почетче это дело все было так тут уже резать можно не проблема так вот эту вот заднюю я хочу удалить выделяю ctrl shift левая кнопка мыши нажимаю на полигруппу и она исчезает и делал hidden все она удалена так теперь это же будет здесь висюлькам вот этим делаться вставляться кости так здесь теперь вот получилось дублирование обрезаем сейчас как бы не вылетело так нет не вылетело делаем опять же ctrl w одну полигруппу и чуть-чуть все это дело через альт можно поправлять визму перетаскивать перекручивать зажатый альт и сделаем ее потом так висюльки эти заводим нашего персонажа чтобы был он почетче можно еще значит пообрезать где-то сделать проостренно делаем мира and well вот в таком виде я думаю будет нормально теперь опускаем еще ниже так как то выводим вперед делаем можно сделать дублирование вот клавишу нажать дублировать если вы не уверены там допустим при вытягивании как все это дело получится а потом объединить так что вот такой вот еще есть вариант можно делать таким вариантом зажимаем ctrl и просто как вытягиваем но это будет один меш так вот как то так он должен быть чуть-чуть повыше и все перекручиваем чтобы он в ремень прям ушел так вот и сделаем мира and well от зеркалем ну вот будут такие висюльки простенькие тут напоминали что это типа римский легионер так что еще можно ему добавить так это вот этот плащ плащ мы значит выбираем alt левая кнопка мыши на модель можно нажать или английская n выбрать именно из саптулов на любое нажать вот нажимаем на плащ и опускаем его до самого низа чтобы потом при объединении не искать вот это вот все дело сразу все раскидываем по своим местам так делаем объединение маршдаун теперь делаем всему этому дай нам так многовато control z control z смотрим чтобы не было артефактов вот этих вот дыр откуда они появляются это значит ну когда полигоны чуть далеко друг от друга или тонкие сам вот эта штука когда тонкая вот начинают вот эти вот образовываться дыры control z чтобы они не образовывались у них у любой вот этой модели должна быть толщина чтобы как прослойка которая позволяет полигонам быть рядом друг с другом и он с ним слепливается но где-то в таком духе я вам объяснил чуть-чуть вот толщину инфлатом добавляем если сейчас сделаем дайномеш вот этих артефактов уже в принципе не должно быть вот вы видите все так так плащ есть можно его конечно тут пролепить выглаживаем находим кисточку clay build up ставим ей brush auto masking backface mask чтобы она значит внутреннюю поверхность не тянула за собой ну а теперь result чуть-чуть на большой детализации можно вот так все это дело понаметить таким вот образом здесь сгладить где-то и вывести на складку так вот где-то так так теперь кисточку поменьше и делаем еще маленькую складку вот здесь следом уменьшаем значит размер а интенсивность ну давайте на двоечку и погнали тут уже потихоньку можно если вам больше нужно как-то углубление тогда интенсивность ставите побольше вот ctrl d ctrl d сглаживаем через shift это дело можно выгладить кисточку побольше и погнали просто вот эту складку формировать и это будет а вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, вот такая штука получилась. Можно взять еще кисточку стандарт, уменьшить и через альт, вот здесь вот где-то в каких-то местах чуть-чуть сделать такие вот впадины, полосы. Ну, вот уже прикольно, вставятся кости вот сюда и все это дело будет двигаться, шевелиться. Ну, еще, наверное, нужно добавить вот сюда крепеж. Крепеж будет у нас... Так, если мы сейчас понизим полигонаж, ничего так, внешний вид нормальный пойдет. Делал в hidden удалю, чтобы низко полигональная чуть была. Так, есть такое дело. Так, что у нас с нижними щитками? Так, на нижние щитки давайте чуть-чуть полепим тоже. Ну, чтобы они были попроще. Сделаем им кантики, нижний, верхний, середину где-то толщину дадим, взвесит. По боку тоже пройдемся. Добавим полигонажа и выгладим. Ну, в принципе, ничего. Мира N2L. Ну, по-простенькому нормально так. Единственное, что вот можно дооформить вот здесь вот две ремни, добавить какие-то, ну, более такие складки и через альт какие-то выемки поделать, чтобы сбоку было прикольно это, ну, выглядело. Вот как пазы вот что ли. Вот так вот. Ну, и с этой стороны тоже накидываем массу чуть и делаем впадину. И тут такая же песня. Ну, чуть-чуть выглаживаем, чтобы не было сильно деформировано. Ну, вот уже будет посимпатичнее. Свет будет играть. Так, что еще можно сделать? Вот этим вот деталям делаем дайномэш. Так, можно их чуть-чуть смягчить. Они сильно какие-то прям ровные. Так, 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 так. Чтоб еще ему придумать. Добавить гайку вот сюда на вот этот бок. Так, значит, она же должна держаться. Делаем кисточку вот так вот выбираем. Здесь потонше. Здесь вот она такая вроде как на плечо накинута. Там она уходит чуть поглубже. И прям насквозь. Здесь вот где-то должна быть гайка. Где-то вот тут вот. Вот мы для нее сейчас подготовим место. Вот как раз уже окружность формируется. Так. Вот. Вот сюда мы ставим эту гайку. Так, гайку можно давайте поищем ее готовую какую-нибудь. Такую. В принципе, на ней тоже должен быть. Или лев, или еще кто-то, да? Ладно, давайте тогда, чтобы покрасивее было, добавим цилиндр. Делаем Ctrl-D, Ctrl-D. И все это дело, значит, плюснем, уменьшим. можно сделать еще петлю снизу, вроде как, ну, или клепаную, или петлю, как, ну, как ее называют, вот это вот, ну, пуговицы такие пришивали с таким ушком. Ну, в принципе, если не будет при анимации ее видно, или там раздеваться не будет, персонаж не столь важно, опять же. так, можно вот именно вот здесь вот так вот сделать, и вот сюда ее побольше и потолще, раз он такой весь массивный, тонкие детали, наверное, будут смотреться как-то на нем плоховато, я так думаю. Так, вот тут вопрос, теперь ее помассивнее делать, эту плямбу, или, в принципе, вот где-то такой размер пойдет, да? Ну, тогда ее тоже, так, Ctrl-Z потолще ее туда сделать, чтобы она хоть торчала и в мэше была. Так, чуть-чуть перекрутим, подбок поставим, зашибись. Кстати, для персонажа зубы уже есть, ссылка на скачивание именно зубов будет в описании в группе ВК, там уже много вариантов именно челюсти и языков для персонажей. Ну, вот, теперь какая-то штука, нужно найти голову льва, или вылепить, или просто можно ее найти где-нибудь, обрезать, сплюснуть и сделать барельеф. Так, я сейчас сохраню, чтобы у меня это все не пропало. Save As. Что еще можно сделать? Есть альфы, значит, с узорами. Я показывал в прошлом ролике, где делал как его, шлем конкискадора, и вот там я показывал, как сделать вот эти вот альфами рисунки. Так, теперь еще что? Я хочу сделать вот этому персонажу сплюснутый вот этот вот шлем. Вот так вот. Ну, раз шлем сплюснулся, нужно вот эти вот части повытягивать. Я их хочу сделать по лицу более-таки квадратно-гнездовыми. Тип лица квадратный, значит, и должен эта штука тоже быть квадратная, да? Ctrl-Shift-Z назад. Так. Иксимметрия, чтобы по симметрии вытягивать. Повторюсь, как делать вот этот шлем, оставлю ролик в описании. я давно показывал, как шлемы делать именно вот этих товарищей, да? Ну, вот, уже прикольнее. Здесь чуть-чуть уведем к лицу. крысота. Можно еще морду даже побольше как-то вытянуть. Сделать еще такое попухлее. Так, есть такое дело. Ну, уже вот персонаж вырисовывает. более-менее симпатичный стал. Так, опять же, как делать сандалии, выложу ролик, именно ссылку в описании дам. И как делался вот этот персонаж, первый, которого я показал, тоже будет ссылка в описании. Так, вот здесь вот с ногами чуть-чуть как бы надо ему щеколотки убрать, колени чуть-чуть вперед, чтобы голеня чуть-чуть была такая поднадутая. Ну, и сделать геометри 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 мира Энтвелл. Во! Вот теперь вот теперь верим. Можно сделать потонше, значит, поменьше еще голень, тогда он будет на тонких ногах стоять, но это уже, не знаю, будет прикольно или нет. Ну, пока вроде внешний вид его не устраивает. Так, еще надо верхнюю сделать, значит, как их называют, перья. Перья будем делать каким образом? Опять же добавим, ну, можно взять вот эту пимпу, сделать ей дубликат, перекрутить, подвести к нашему шлему, где-то посередине ее поставить. И вот тут вопрос, сделать ему вертик, ну, как, прямой такой именно хохолок, или сделать ему хохолок, как положено, как были вдоль. Так, вот этой штуки делаем дубликат, поднимаем ее повыше, делаем эскайл, обрезаем ее где-то вот так, подгоняем ее в нашу вот эту заготовку, она должна быть потолще, через зальт выбираем вот эту заготовку, делаем ее тоже потолще, вот так, смотрим, что вообще получится, и вот эту штуку попробуем растянуть еще побольше, так, если ее сплюстить, как она будет уже хреновато, значит, пусть попышнее будет, так, делаем геометрии, делаем динамэш, немножко control порисуем, и теперь делаем стайл плюс не вот так вот кисточка стандарт и результат поменьше еще интенсивность катя динамэш косметик динамэш кисточка мэш мэш ль динамэш И вот что-то в таком духе RAM. Так, а вот это что делать? Сделать побольше и чуть-чуть сплюснуть. Так, и вот это дело. Чуть-чуть порезать. Так, и вот это дело. Ctrl и зеркалку подводим. Чуть-чуть ее упираем. Вот так вот. Так, что-то он сильно круглый, да? Ну, мофт Apology и попробуем иксиметрия. Чуть-чуть ее тут. Ну, как-то так, на. Как бы поприкольнее. Так, а вот здесь можно сделать еще и какую-нибудь ножку, да? Если здесь вот приподнять а вот этой части Ctrl-Shift сделать какую-нибудь эдакую Ctrl-Alt обрезку и сделать мира иксиметрия и чуть-чуть ее, значит, повыше. Тогда здесь тоже чуть-чуть приподнимаем. Можно какие-то части там вот вывести, какую-то внять. Чтоб более неровная была. Так, а эти детали вот так уж вытянуть. Вот, вот теперь оно, вот теперь что-то более посимпатюшнее. И гайки сюда потом добавить. И вот эту часть тоже. Вот так поприкольнее будет. Ик-тик-тик. Ну, в принципе, все. Теперь раскраска. И потом уже может быть еще добавлю где-то какие-то какие-то тут причиндалы там узоры сюда вот вовнутрь. Или змею какую-нибудь или этого в картинке какой-нибудь что-нибудь выдавлю. так. Ну, на доспехе можно будет так, для пакова вот здесь вот какие-нибудь узоры и по груди добавить. Ну, пока получается вот такой персонаж. Скоро он будет под риг. И, значит, для скачивания будет скоро в группе ВК. Ссылка на нее в описании. там есть много уже персонажей. Можете качать, если они вам нужны, переделывать, использовать их в качестве болванок или брать с них какие-то детали, если, возможно, они вам подойдут. Ну, вот, пока на этом все. Все, всем пока, до свидания.